Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Новая школа в Южном городе, ремонт ботанического сада. Губернатор Николай Меркушкин в Москве обсудил с министром образования и науки участие региона в федеральной программе. Это он пролил свет на первую рукопись, созданную в Самаре. Энциклопедист Андрей Макаров рассказал горожанам о своем открытии. 20 лет в обнимку с гитарой. Клуб авторской песни «Жигули» отмечает юбилей. Самарский губернатор в Москве встретился с министром образования и науки. Ольга Васильева и Николай Меркушкин обсудили участие региона в федеральной программе по строительству и оборудованию новых школ. В прошлом году в Самаре уже были построены учебные заведения в микрорайонах «Крутые ключи» и «Волгарь». А сейчас завершается возведение школы на полторы тысячи места в Южном городе. Губернатор и министр говорили и о финансировании обновления вузовской инфраструктуры. В частности, речь шла о реконструкции ботанического сада при Самарском университете имени Королева. Кроме того, Николай Меркушкин встретился с Владимиром Евтушенковым, председателем совета директоров компании «АФК-система». Эта компания вполне может стать резидентом формирующегося в Самаре «Гагарин» центра. На встрече был затронут вопрос возможного участия корпораций в инвестиционных проектах Самарской области, в частности, в агропромышленном комплексе. В Самарской области планируется создать сеть вертолетных центров с площадками для экскурсионного обслуживания. Инвестиции в проект составят порядка 700 миллионов рублей. Для обслуживания предприятия будет создано около 70 рабочих мест. Первые площадки появятся в этом году в Самаре и Тольятти для работы во время Чемпионата мира по футболу. А потом в Сызрани и Похвестнево. Об этом говорили на Совете по улучшению инвестиционного климата Самарской области. Губернские власти ставят амбициозную задачу – войти в топ-10 самых привлекательных для бизнеса регионов. Для этого есть все возможности. Область находится на пересечении разных видов транспорта, имеет мощный промышленный сектор, участвует в программах особо экономические зоны и территории опережающего развития. А после проведения Игр Мундиаля, как наследие, останутся новые дороги, современная городская инфраструктура и пятизвездочная гостиница. В июне на форуме Санкт-Петербурга будет озвучен рейтинг по итогам 2016 года. Мы достаточно большую работу проводили в части улучшения в прошлом году, но нам нужно эту работу усиливать. Наша задача не быть в четвертом десятке, не быть в третьем десятке. Наша задача быть в первой десятке регионов по инвестиционной привлекательности. Масштабные планы на год. 1073 дома отремонтируют в Самаре в 2017-м по программе капремонта. Почти в половине из них заменят крыши. В каждом третьем случае жители просят заменить инженерные сети. Каких подрядчиков выбирают для региональной программы? И довольны ли жильцы обновлением домов? Репортаж Валерии Макаровой. Теперь и сосулек стало меньше, говорят жители, глядя на новую крышу. Ее заменили по программе капремонта. Старая шиферная кровля на доме номер 5 по Георгия Ратнера преобразилась в металлическую. До ремонта крыш и чердак были в плачевном состоянии. Дому уже полвека. Вы знаете, вот такой большой ремонт первый раз у нас. Крыша у нас стекла на пятом этаже. Сейчас вот отремонтировали, но весна, копиль покажет качество. Что материалы, которые я видела, разгружались, были очень добротные. Программа капремонта добралась до самых отдаленных уголков Самары. Это дом 60-х годов постройки в поселке Зубчининовка. Зимой, жалуются жители, стены продувает насквозь. За два месяца бригада из четырех рабочих привела здание в порядок. Мы когда пришли на этот дом, он был весь, будем говорить, убитый. Мы приступили к работе, то есть утеплили его, потом заармировали стены, а потом задекоративили и покрасили. В фонде капремонта подвели статистику. Чаще всего жители просят поменять инженерные сети, отремонтировать крышу или фасад. За четыре года работы программы определился и список надежных подрядчиков. Есть компании, которые так и остались у нас работать. Есть компании, которые отсеялись, потому что не выдержали конкуренции, требований, которые требуют мы и жители. И довольно-таки многим сложно стало работать и отсеялись автоматически. В прошлом году по программе капремонта сделали более тысячи домов. На 2017 год запланировано почти столько же. Девять домов уже готовы, еще 60 в работе. Валерия Макарова, Максим Гусев, События. Болезнь не приговор, с ней можно и нужно бороться. В Самаре прошел первый форум для людей с онкологическими заболеваниями. Они объединяются с врачами и общественными организациями, чтобы битва за жизнь и здоровье шла еще эффективнее. Сегодня с онкологическими заболеваниями в Самаре области борются 15 тысяч человек. И каждый из них может помочь другим. Как выясняла Олеся Корецкая. Об этом страшно думать, но нужно говорить. На первом форуме пациентов с онкологическими заболеваниями собрались те, кто выиграл у рака свое здоровье, и те, кто еще борется. Не замыкаться и жить активно, советует Светлана Павлова. Бороться, бороться и бороться. И заниматься, заниматься собой. И посещать больше активные деятельности общественные. Я считаю так нужно. И ходить в театры, и везде. Пациенты здесь знакомятся, общаются между собой, с врачами, обсуждают то, что иногда страшно или неудобно спросить в кабинете. Такой диалог помогает укрепить доверие между врачом и пациентом. Мы находимся по одну сторону. Мы не на разных сторонах, к счастью. Потому что основная задача нас, как врачей, своевременно информировать население, своевременно выявить заболевание и начать лечение. Основная задача пациентов – еще раз довести до всего сообщества нашего именно ту информацию, что рак – это не приговор. Самые активные пациенты объединились в общественную организацию. На своих примерах они рассказывают людям, как смириться с мыслью о болезни, принять ее и победить. Помогают больным и их близким. Когда появляется в родне пациент, у которого есть онкология, родственники, они просто теряются, потому что они не знают, как с ним говорить, что ему подсказать. И когда он приходит, мы всегда проговариваем. То есть это ситуация. Форум первый и точно не последний. Пациенты онкоцентра будут встречаться и дальше. Уже изучают опыт других регионов. Олеся Корецкая, Василий Колдашов. События. Далее коротко о других темах дня. На М5 раскидала фуры, есть пострадавшие. Из-за ДТП дорога была полностью блокирована. Полицейские выложили фотографии с места аварии. По предварительным данным водитель «Вольво» не рассчитал свои силы и на огромной скорости вылетел на полосу встречного движения, где врезался в Рено. Водитель последнего попал в больницу Сызрани. Заболеваемость ОРВИ и грипп в Самарской области пошла на спад. Об этом сообщают представители регионального управления Роспотребнадзора. В этом году преобладает вирус типа АН3Н2, более известный как гонконгский грипп. На карантин до сих пор закрыты три школы и два дошкольных учреждения. Частично приостановили образовательный процесс в 99 классах 33 школ и 19 группах 14 детсадов. 75 самарцев пострадали от укусов животных, больных бешенством. Три случая было зафиксировано в Ставропольском районе, по два в Самаре, Большеглушицком, Шанталинском и Кошкинском районах. Чаще всего людей кусали кошки, на втором месте лисы и собаки, на последнем месте крупный рогатый скот. Случаев заболевания бешенством среди самарцев в прошлом году не было. Последний такой инцидент был зарегистрирован в 2010 году. Бешенство – смертельное заболевание, которое в 100% случаев заканчивается летальным исходом. Предупредить заболевание могут только прививки, сделанные как можно раньше с момента контакта с больным животным. На февральских мини-каникулах электрички будут ходить по-новому. Так, в среду 22 февраля будет действовать расписание за пятницу, а с 23 по 25 февраля включительно пригородные поезда будут курсировать по субботнему маршруту. При этом 23, 24, 25 февраля отменяют поезда Самара-Жигулевское море, Бузулок-Калтубанка-Самара. На Самару снова надвигаются морозы. Уже в пятницу небольшая оттепель сменится похолоданием. Это связано с усилением влияния антициклона. До пятницы же в области будет оптимальная для этого времени года температура возможной осадки. Рукопись 17 века, о которой никто не знал. Ученый-энциклопедист Андрей Макаров на традиционной лекции Самарской газеты рассказал о первом литературном памятнике Самары. О неизведанных страницах городской истории узнал Андрей Горгуленко. Рукописная книга «Повесть о Варлаэме и о Асафе», переписанная в Самаре в 17 веке, первый памятник культуры Самарской крепости. Именно с этой книги город превращается в культурный центр. Она уникальна. Это чуть ли не единственное сохранившееся материальное свидетельство о городе 17 века. Долгое время в Самаре и не знали о ее существовании. Но деятельность ученого Андрея Макарова пролила свет на первой странице самарской летописи. Когда я приехал в Самару и начал спрашивать, а что же действительно такое есть, я такого не знаю, но при том, что я, в общем-то, занимаюсь историей города, а оказывается, что в Самаре никто об этом тоже не знал. Вот в этом как раз главная интрига и существует, что в Самаре на своей родине эта рукопись неизвестна, и вот только сейчас она вводится в научный оборот. Объяснить потерю легко. Рукопись принадлежала Борису Михайловичу Салтыкову, который был самарским воеводой с 1626 по 1633 года. После он увез ее из города. Сейчас самарский список повести о Варлааме и о Асафе хранится в Санкт-Петербурге в Российской национальной библиотеке. Александр Туманов не пропускает ни одной лекции самарской газеты. И каждый раз он приносит с собой древние книги из своей коллекции. Столкнулся с книгами, когда был еще маленький, у деда были старые книги, я им заинтересовался, стал рассматривать. Но потом всю жизнь попадали, сели на книжном рынке, в Старом Куйбышеве, потом в Самаре. Тут был книжный рынок, его, правда, все гоняли. Но приходилось так перемещаться вместе с рынком. Лекторий самарской газеты – это прекрасная возможность узнать больше об истории города и пообщаться с единомышленниками. Лекции открыты для всех желающих. Андрей Горгуленко, Константин Головин, События. Не рвется поколение связь, и песни в этом нам подмога. Это девиз клуба авторской песни «Жигули», который отметил свое 20-летие. За это время в клубе обучилось более двух тысяч любителей гитарной песни и организовано около ста походов по местам Самарской области. Слушателем на юбилейном концерте был Андрей Горгуленко. Именно с песней «Жигули» первый раз выступал клуб авторской песни в 97-м году. Отсюда и название коллектива. Образовался он в 131-й школе, сейчас это лицей созвездия. Ирина Высоцкая, бессменный руководитель клуба, говорит, отбор у них не строгий. Я принимаю всех желающих, вот дети могут подтвердить, со слухом, без слуха, все ко мне приходят. Самое главное, чтобы было у детей желание научиться играть на гитаре, петь любые песни и ходить походы, и ездить на Грушинский фестиваль. Есть у клуба только одно правило, чтобы петь о походах, нужно в них ходить. Но для ребят такой принцип в удовольствии. О совместном отдыхе с радостью вспоминают не только ученики, но и выпускники клуба. У нас было очень много человек, все с гитарами стояли и играли, нас Ирина Николаевна Высоцкая учила играть. После чего уже она нас стала брать в тур походы на Грушинские фестивали, различные другие фестивали. И после этого все началось вот эта наша веселая жизнь. Нравится прям с самой организацией, с того, что происходит, разными поездками, конкурсами постоянными. За 20 лет клуб собрал множество наград и дипломов, но главная сцена Грушинского фестиваля им еще пока не покорилась. И это самая большая мечта Ирины Высоцкой. Андрей Горгуленко, Станислав Левин. События. А вот о каких событиях мы расскажем в следующих выпусках. Ножницами проложат дорогу к победе. Самарские парикмахеры сегодня поборются за участие в Дельфийских играх России. Айда Масленица, как в Самаре пройдут народные гуляния. Защитники, отцы, руководители, общественные деятели. В Самаре впервые в этом году выбрали лучших мужчин. Наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова